привет сезон открытой воды 21 года закрыт все вы к парке в москве и питере тоже ребята в крыму там что-то еще докатывают пытаются постольку поскольку но по факту все переходят кататься в бассейн и в москве есть замечательный спорт station который работает с утра и до вечера в питере таких плюшек сожалению нету нашего парк в бассейне если я не ошибаюсь в этом году я его еще не посещал работает с 10 вечера до полуночи всего два часа и это не всегда удобно поэтому приходится искать какие-то дополнительные развлечения связанные с водой и именно так я открыл для себя серфинг на искусственной волне давайте посмотрим итак ребята мы добрались до волны наконец это максим максим привет привет максим директор волны работает здесь открытие знает обо всех тонкостях и сейчас будет отвечать на наши замечательные вопросы как смогу подкажи это ситуация вообще работает и полностью до искусственная волна для настоящего серфинга работает она по принципу речного порога наверняка видели такое явление на горной реке когда волна набегает на камень и образуется порог на этом пороге обычно катаются каякеры на специальных каяках до фристайл каяках и где-то там лет 15-20 назад в мюнхене на речке ай айс пех или айс бах ледяной ручей короче по-русски и если перевести ребята это они вылезают у нас на ладожском озере когда подмораживает или на финском заливе это в мюнхене там таких морозов особо не бывает поэтому сосульки у них покороче но в целом там тоже есть зима смысл в чем что там есть речка которая бежит достаточно бодро и туда в какое-то время назад упало дерево упала дерево упала на дно каким-то чудообразом видать не особо плавучие было и образовался порог который облюбовали местные серферы местные серферы покатались там раз два три пять появился инстаграммы и собственно место стало супер популярным и на основе как бы этого основе этого проекта появилась контора city wave которая разработала и создала искусственную волну работающую по тому же принципу речного порога на которой серферы могут кататься тренироваться круглый год у нас волна нашего российского производителя пилотный скажем так ее вариант это была первая волна которая не строили волна также работает по принципу речного порога порог мы видим вот он находится в окончании синей части перед белой поток воды поднимается наверх восьми насосами дальше разгоняется по естественному наклону налетает на порог и образуется волна на котором райдеры катаются у нас в россии таких сооружений становится все больше и больше первая волна появилась в москве там построили оригинальный city wave вторая волна примерно в одно же время с ней появилась у нас здесь петерленде и третья волна такая же как у нас только немного модернизированная сейчас появилась в москве насколько я знаю что river surf волн сейчас в россии всего три две в москве одна у нас знаешь что-то про лебедянскую лебедянскую ты наверное говоришь про как его don't surf лебедянь да лебедянь да конечно знаю сам там был прошлым летом интересный проект стас основатели его на этом месте находился еще когда даже близко ничего не было просто было перепад воды я такой блин вот это прикольно наверное было бы но я далек от серфинга поэтому проект ребята сделали прикольный интересный действительно они долго искали место они основательно подходили к разработке конструктива который необходим для того чтобы получить правильную волну когда мы там были в прошлом июле ребят по моему говорили это то ли там десятый то ли двенадцатый прототип который они утопили в дону чтобы получить что-то более-менее похожее в этом году у них не был смотря слежу за ними по инстаграму но вижу что ребята растут и они действительно сделали интересный продукт который работает то есть в россии это первая первая фишка на улице да условно говоря вода у них бесплатная каким-то образом они умудрились согласовать это еще с гос структурами с водопользованием что не так просто ну да ребята прямо подумал что просто эта волна как бы ребята со своим сервом пришли покатали а потом оказалось что так они же построили там рану домики на берегу сделали пул для серф скейтов и кафешку там прям такое серф ранчо российская появляется да да у нас в городе есть еще две аля и волны то есть но это как это сложно назвать волной тоже некий тренажер или аттракцион который представляет из себя наклонную поверхность идущую наверх и по этой поверхности наверх бежит тонкий поток воды по которому катаются на специальной доске напоминающий деку от классического скейта забавная штука интересная она она меньше по размерам вполне нормальные рабочие аттракционы но или тренажеры но смысл в том что ну это не серфинг это скорее такой как бы я не знаю как это назвать водный скейтборд ну условно говоря скорее да потому что мы в данных условиях имеем больше тренажер который именно позволяет кататься по волне то есть волна которая образуется здесь она схожа по своим физическим характеристикам с волной которая появляется скорее не в океане она море наверное потому что в океане все-таки волны больше и мощнее но и она все-таки работает по принципу речного порога здесь смысл в чем что физиология физика катания скорее да устроена так что ты находишься на одном месте а вода набегает на тебя когда в океане двигается волна и по волне ты также двигаешься вместе с ней что конечно же добавляет существенных различий между тренажером до нашим серфпитер и тем что происходит в океане но базовые моменты такие как научиться вставать на доску такие как в принципе почувствовать баланс на серфборде как ты на нем стоишь в принципе в целом всегда есть возможность поработать над техникой разгребания что тоже немаловажно что в принципе убивает основных зайцев или медведей которые встретят встретит тебя когда ты приедешь на океан да первый раз это тебе нужно будет научиться грести разобравшись с этим тебе нужно будет научиться вставать это два таких достаточно серьезных мощных вопросов как которым хорошо бы быть готовым но и когда ты научился разгребаться проныривать волны и уже вставать на доску более-менее держать баланс дальше тебе очень серьезно подготовим пригодится та подготовка которую можно получить здесь у нас на волне давайте просто будем откровенны чем отличается любое искусственное от любого настоящего тем что искусственное это все-таки искусственное оно всегда им останется но в наших реалиях в реалиях санкт-петербурга вот у нас на дворе октябрь да у нас есть крепкие духом ребята которые готовы кататься круглый год пока лед не встал и когда он уже сломался в ледяной воде расталкивая льдины но но таких единиц и потому что это вот как раз они выныривают как моржи да 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 все верно все верно здесь собственно такая же история только мы имеем возможность тренироваться круглый год независимо качает на заливе или на ладоге не качает холодно тепло жарко как там неважно я вот присутствую у вас в качестве зрителя на соревнованиях и ребята которые приезжали из москвы говорили что волна чем-то отличается слушай есть нюансы да есть нюансы нюансы связаны с тем не будем таить ничего от искушенного и неискушенного пользователя данная волна как я уже вначале начал она первое то есть это пилотный проект который строился компании world export мы рассчитывали на больший объем воды в районе гребня то есть там должно было быть порядка 60 сантиметров по факту там получилось плюс минус около половины от этого размера то есть 25-30 сантиметров примерно вот такой вот объем воды который набегает на порог и это вызвало некие нюансы связанные с катанием а именно катание без плавников то есть но ты в курсе да как на вейке так и на серфе есть есть финны плавники на которые отвечают за стабильность курса и технику управления доской вот в нашем случае мы катаемся на досках без плавников потому что размер плавника ну в среднем там 17-20 сантиметров и он просто задевает за дно задевает за дно и ломается ломается либо плавник либо закладная в доске либо ну в общем либо в любом случае это гарантированно падение потому что это получается немного другой серфинг потому что есть и серферы которые катаются на волнах в океане без финнов то есть но есть отдельный клан ребят которые лупят без финнов это дает ну несколько другую возможность управления доской то есть ты можешь более свободно вращаться вокруг своей оси потому что тебя не держат финны но ты имеешь возможность быстрее маневрировать потому что с финами все таки они тебе дают курсовую устойчивость но при этом они тебе не дают возможность прям супер резкого маневра и серфинг здесь у нас максимально вот по моим ощущениям похож на катание в паудере во фрирайде на сноуборде когда ты на фрирайдовом снаряде летишь по мягкому пухлому снегу первым следом вот это реально похоже на то что происходит здесь в целом конечно ну это не совсем классический серфинг но тем не менее это серфинг и это классно я обратил внимание тоже огромное количество ребят катается за катером это тоже некая подготовка к выходу в океан или это просто такой развлеченческий случай сложно говорить про сложно говорить про ребят которые занимаются вейк серфингом вейк серфинг это тренд это хайп хайп который набирает обороты последние годы и он прет и прет и прет вверх прет по в общем то понятным причинам что это не вейкбординг в котором ты можешь разложиться и оставить свои коленки плечи там и и остальные все суставы из-за того что катаясь на вейке за катером хода у тебя прям дикие когда ты когда ты выходишь на трюк если ты хочешь лупить то ну с учетом зарезки ты выходишь километрах на 50 45 50 60 то есть и чем злее ты гасишь тем злее у тебя скорость и когда ты с этой скорости прилетаешь не увозишь какой-то трюк ты же понимаешь да что у тебя на ногах ботинки которые вот это это в лучшем случае просто нужно время а в худшем случае рвутся мениски рвутся колени норм как рвется все тело от мощного растягивающего удара и многие перешли на вейк серф потому что это более безопасно то есть ты просто стоишь на досочке которая катер идет значительно медленней волна прикольная атмосфера тоже его в общем то да это некий серфинг которому пристрелявшись ты собственно получаешь от этого кайф и не зависит от погоды что очень важно в наших широтах если у нас встает волна на заливе или на ладоге это значит что метет так что позагорать ну ты точно не сможешь летом по моему не было ни одной девочки в инстаграме у которой я не увидел фото на вейк серфе меня наверное это и отталкивает я ни разу не пробовал за катером потому что как раз я перешел в вейкбординг потому что в нем можно реализовать какой-то акробатический потенциал и это мне интересно а просто так за катером ну опять же мы сейчас говорим с точки зрения обывателя потому что если ты посетишь саревы по вейк серфу или допустим посмотришь какие-то видосы топовых райдеров они раздают то тоже ей и трюки акробат но это естественно не так зрелищно как вейкборд интересная штука вейксерф все здорово все классно но у нас очень короткий сезон для вейксерфа раз ну для вейкборда тоже да и еще такая фишка ну лично для меня мне не очень нравится ощущение когда ты едешь в корму катера вот ты да когда катаешься на вейксерфе то как бы ты находишься от катера буквально в двух трех метрах ну в зависимости от того как ты двигаешься да то есть ты можешь уйти подальше по волне но ты должен мощь догнать катер поэтому как бы да да поэтому то место где ты катаешься за катером она обычно там в паре трех ну в паре тройки метров мне не очень это нравится потому что новые катера стоит денег очень крепко сейчас в наших реалиях в россии а старые катера имеют выхлоп который который имеет если какой-то комьюнити где вы не станет общаетесь обсуждаете тенденции обсуждаете не знаю там это искусственная волна такая это другая это третье обсуждайте соревнования слушай тут какая штука я не могу сказать что прям таки есть большая какая-то большой какой-то комьюнити которая прям вот врывается и что-то обсуждает главное место для обсуждения это спот на когда ты приезжаешь именно на пляж там на ласковый на флотский на батарейную там или на ладогу посерфить в прогноз ты естественно видишь всех кто в это время находится в городе и может по состоянию здоровья кататься ну и также это барчики барчики где происходят тусовки некие ну и конечно же соревнования собственно сорева для этого и проводится ну как локальная история серфинг у нас набирает мощно обороты он пока еще не сильно как бы сформировался в индустрию поэтому да история локальная но с точки зрения как бы инфраструктуры да но такое все не совсем оформившиеся но с точки зрения спорта серфинг набирает серьезно обороты и я уверен что пройдет еще не несколько лет и как-то все это примет более более понятные очертания сформируются и места для катания которые наверняка каким-то образом будут оборудованы именно для обучения новичков пораженные серферы которые предпочитают кататься на своих секрет спотах разведают свои секрет споты и будут там потихоньку двигаться и быть в между собой чеках но в целом я не знаю как насчет вейкбординга как субкультура и тусовка вейкбординга устроена но что касается серфинга я конечно замечаю что она достаточно анклавная то есть есть такие как бы кружки людей которые общаются между собой своими командами катаются в своих местах такого чтобы там серфер серферу брат вот так вот и давай обниматься как это допустим происходит начинающих там скажем серферов и сноубордистов у тех ребят кто катается давно вот такого особо нет потому что все держатся своими компаниями и собственно вот это вот вся мишура вокруг их не особо интересует обычно у меня ошибочное мнение но она исключительно обывательская почему я пошел вейкбординг я занимался акробатикой занимался на батутах очень много и у меня травмированная спина я не могу заниматься с тех же параметров чем я занимался потому что я просто угроблю себя и вейкборд это как раз тот вид спорта где я могу реализовать свой потенциал вот этот акробатический вся вот эта зрелищность все это можно перенести новый год но при этом падения на Ona эквотрение не такие жесткие так как等unds ояпаркуем заниматься группе на асфальт перед аргурда то есть так навыков скaimer – богорода вот он мне как бы позволяет вот эту зрелищность вот этот адреналин от акробатических элементов мне терять а как бы использовать и продолжать тренировки дальше А серфинг, на мой взгляд, и вот именно волна, то есть я всегда исключительно обывательский, ребята катаются круто, у меня было ощущение, что серфинг это что-то устаревшее, но так как тенденции, развитие и прочее, много новых видов спорта, и волна это как раз такой некий способ заявить о том, что ребята, нет, мы не умерли, мы здесь, мы катаемся и нести серф в массы. Потому что, насколько я знаю, в России это не такой распространенный вид спорта, как минимум из-за того, что у нас не так много спорта. Серфинг в этом году вошел в олимпийскую программу, как можно говорить об устаревшем виде спорта, который только вошел в олимпийскую программу? И вот это устаревшие виды кошки Которые уже перестаются Это значит такое, опять же, обывательское Если что-то дошло уже до олимпийских игр Это уже, вот, мейнстрим прошел Все, это вот Ну, хорошо, мейнстрим, я не знаю Мне сложно говорить о том, прошел мейнстрим Не прошел, в России серфинг Только начал развиваться Прям вот он только, только начал развиваться И, ну, лет, наверное, пять Более-менее, как серфинг в России Действительно начал двигаться вперед Потому что раньше это были какие-то Самородки где-то, которые Как-то что-то находили И катались, да Последние два-три года Тенденция развития серфинга Еще более активна, ну, в связи с тем Что мы не особо можем двигаться Куда-то за пределы России И касательно спотов Спотов в России, в общем-то, предостаточно Да, это в Петербурге Минимум три На Северном берегу, на Южном берегу залива Плюс на Ладожском озере В Калининграде Изумительные условия для серфинга В Черное море Крым наш Что еще можно вспомнить? Конечно же, Камчатка Ну и арктический серфинг У нас все северные Все северные границы Они по берегу Северного Ледовитова Я не люблю Так летом и, летом и, пожалуйста Летом-то, собственно, Камчатка Тоже омывается Северным Ледовитом К вопросу о Устарел серфинг Не устарел просто О серфинге, например Я слышал еще где-то в глубоком детстве А вейкбординге нет То есть вот для меня, например, вейкбординг Это что-то такое более новое Ну, вейкбординг, с точки зрения, конечно, помоложе Да, вид спорта, в принципе Но, опять же, если взять вейкбординг Вышел из водных лыж А водные лыжи с бородой вот такой вот Да, ну, собственно, да Поэтому Ну, это просто новый тренд Так же, как и сноуборд, да Который когда-то, да Прям взял супер-хайп Сейчас, на мой взгляд, да Как бы развитие сноуборда Не столь уже стремительно Потому что сложно что-то там придумать И в какой-то момент говорили про то, что лыжа Это стало устаревшее Но, как мы видим сейчас А сейчас наоборот Пришел нью-скул и показал Ну, то есть лыжники посмотрели на сноубордистов Поняли, что вау, вот этот стиль нам нужен Сделали себе два сноуборда под ноги чуть поуже Походили на батуты, поотрабатывали сальту Да, 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 и гасят только в путь И многие сноубордисты переходят на лыжи Ну, просто по причине того, что Блин, это удобно Не считаю я, что серфинг устаревший вид спорта Все с ним в порядке Это просто мой какой-то стереотип Который сложился Вот, потому что я вот где-то сбоку Слышал всегда о нем Но никогда не Ну, возможно И вот именно поэтому Очень хотел с тобой пообщаться Чтобы люди, у которых мнение о серфинге Примерно моего склада Да, то есть, чтобы они понимали, что нет Сейчас как раз это набирает оборудование С серфингом все в порядке И серфинг будет развиваться Бомбить Да, серфинг жив Так, Максим, спасибо Что уделил про время Все было очень приятно пообщаться Супер Да, алло Александр, интернет-багазин Ктори Анны менеджер-рекламация Вам удобно разговаривать? Да, добрый день Слушаю Добрый вечер Александр, да Я звоню по поводу вашего обращения О рабочей нашей компании Я обращения не оставлял никакие Я имел ввиду видео Видеоролик, да Да, я знаю Я хотел вас проинформировать Что мы провели Именно внутреннее расследование По данным вопросам И удалось выяснить Касаемо телефона курьера Здесь действительно С нашего есть ошибка То есть сотрудник нашего магазина Мог вам предоставить Номер телефона курьера Мы за это приносим извинения И также По поводу Касмедических дефектов Сообщили информацию Что при получении на товаре Также были царапины За это также хотела бы От лица компании Принести извинения И руководством компании Было принято решение О подарке вам Подарочного сертификата К номиналу 3000 рублей Хотела у вас туда уточнить Каким образом вам было бы удобнее Его отправить Может быть вам было бы удобно Забрать из нашего магазина Вполне могу, да Забрать из магазина Я в Петербурге нахожусь Да, все верно У нас есть в Петербурге Магазины Есть магазин на Коломярском проспекте На Пионерской, да Удобно было бы Да, да, удобно Хорошо, я для вас Я тогда подготовлю Дану заказ на сертификат И также хотела бы Вас попросить В случае, если ваш вопрос Будет решен и исчерпан Вы получите сертификат Как-то поставить так Слушайте, смотрите Там суть не в сертификате Не в подарке Большое спасибо, что позвонили Это очень важно И вот в этом была суть В том, что Нужно поддерживать какое-то общение И проблемы решать Вот сейчас я чувствую Что мы проблему решили Очень приятно, что вы позвонили Сертификат мне абсолютно не важен Самое главное Что какая-то проверка была произведена Вы отзвонились Сообщили о результате Мне очень приятно И в следующем ролике Который я буду выпускать Я его начну с того Что вы мне набрали И проблема исчерпана Все хорошо, все замечательно Спасибо Спасибо, Александр Тогда будем вас ожидать В магазине нашем Спасибо Вам спасибо До свидания Всего доброго